Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи сегодня Алексей Водовозов, военврач, медицинский журналист. Здравствуйте. Да, здравствуйте. И сегодня мы хотим начать с вами разговор с чумы, потому что появились данные о том, что в Китае обнаружены вспышки чумы. Бубонные чумы. В общем, то, что пугало нас еще с древних времен, потому что эпидемии обычно заканчивались очень плохо. Что это значит? И вроде, казалось бы, есть болезни, которые мы победили окончательно и бесповоротно, и чума относилась к ним. Ну, во всяком случае, такое ощущение было. Это не так, на самом деле? Да нет, конечно. Дело в том, что чума – это природно-очаговая инфекция, то есть существуют определенные резервуары. Ну, например, те же суслики-трабаганы в Монголии. Вообще началось… Точнее, не так. Оно и не прекращалось. В Монголии. То есть чума родилась в Монголии когда-то очень давно, тысячи лет назад. Там встретились как раз три одиночества. Это вот этот самый замечательный сусликтор-баган, его плохи и эрсиния псевдотуберкулеза, такая бактерия. После долгого сожительства они друг к другу приспособились, и возник новый вид – эрсиния-пестис или эрсиния-чумы. Вот эта самая палочка, которая потом периодически наведывалась во все окружающие территории постепенно. Ну, конечно, больше всего доставалась близлежащим, то есть Китаю и Индии. И чуть поменьше европейским странам, но по мере развития логистики, после возникновения Великого Шелкового Пути и всего остального, чума протарила себе путь в Европу и неоднократно туда приходила. И больше она никуда не девалась. Вот когда она возникла, всё, она есть. Есть даже карта такая большая, достаточно, природных очагов. И вот Монголия там практически вся закрашена красным цветом, то есть там живёт чума. Да, вспышки зафиксированы не только в Китае, но и в Монголии. Почему называют её бубонной чумой? У неё есть несколько форм, бубонная и лёгочная. Первая менее заразная, а вторая прям совсем-совсем заразная. И вот та же чёрная смерть, например, да, истиньяновая чума. И там третья пандемия чумы. Вот это всё, конечно, связано именно с лёгочной формой или с пневмонией со специфической. Бубон, что это такое? Когда внедряется Эрсиния Пестис в наш организм, у неё очень много приспособлений, причём таких замечательных и уникальных на самом деле. она немножко взламывает нашу иммунную систему и в макрофагах доезжает до лимфатических узлов. И там вот вызывает такое массированное воспаление. Возникает бубон. По сути, бубон – это расплавленный гноем лимфатический узел. Вот когда она добирается до лёгких, потом уже человек начинает выкашливать эту самую бактерию при своей пневмонии, возникает уже вторичная передача, то есть от человека к человеку по воздуху, воздушно-капельным путём. Уже никакие блохи не нужны, никакие трабогады не нужны. Там уже идёт самоподдерживающийся процесс. Бубон – это как бы первая стадия. И она очень часто возникает, часто описывается. Если мы посмотрим медицинские новости, то практически каждый месяц где-нибудь что-нибудь всплывает. Потому что у нас очень много очагов по всему миру. И сообщения есть и из Южной Америки, из Юго-Восточной Азии и так далее. Так что ничего такого сверхъестественного не происходит. То есть летальность от лёгочной чумы, она, например, 100%, а от бубонной чумы – 95%. Нет, не совсем так, конечно. Если даже мы будем смотреть старые какие-то записи, то при бубонной где-то 35-40% летальность была, а при лёгочной – 95-100%. Но сегодня процентов 10 максимум, и то, если очень-очень постараться. На самом деле чума прекрасно лечится антибиотиками современными. Ну вот интересно, что действительно о чуме вы перестали говорить в такой, как о катастрофе, после того, как изобрели антибиотики. И это стало уже из разряда смертельных заболеваний в разряд излечимых. Но тем не менее, ведь когда мы говорим о чуме, здесь ещё срабатывает, как мне кажется, такой психологический фактор, потому что вот эти отсылки в историю и то, что мы знаем о всяких там пандемиях и эпидемиях, связанных, которые косила и Европу в том числе. Если не ошибаюсь, Анна Павлова как раз танцевала в чумных регионах, и там костры вокруг неё разжигали, чтобы, в общем-то, инфекция до неё не дошла. Вот этот психологический аспект сегодня имеет значение, как вы считаете? Потому что чума пугает просто. Чума вошла во все сферы жизни человека, вообще во все, и в искусство, и в скульптуру, и в литературу, вообще везде. И даже если мы посмотрим, то чума – это скорее такой синоним смерти. И нередко рисуют вот этого всадника апокалипсиса знаменитого, который смерть вроде как иногда называют прям чумой. То есть у нас он может называться как мор, а моровая язва – это и есть чума. Поэтому, да, конечно, это было страшно, это были действительно очень массивные потери, мы до сих пор не знаем, сколько конкретно, но по оценкам, например, вот эта чёрная смерть, точнее так, вторая пандемия чумы, которая началась с чёрной смерти, она унесла там до 200 миллионов человек. То есть это гигантские цифры, пока что ни одна инфекция больше так не смогла. Если мы всё это вместе сложим, там под 300-500 миллионов может получиться жертв чумы. Ну а эти маски кожные, как правило, с длинными носами острыми, они могут быть каким-то образом эффективны или это тоже такой запугивающий элемент, когда смотришь? Нет, не совсем. У чумного костюма очень интересное происхождение. Вообще сначала появились чумные доктора. То есть это как раз во время чёрной смерти, то есть в самом начале второй пандемии чумы римский папа предложил докторам, которые захотят добровольно работать в чумных городах, оплату. То есть он их просто нанял. А поскольку города сами были очень неплохими феодалами, некоторые из них были очень состоятельными, они подумали, а так можно, а давайте мы тоже так будем делать. И они стали нанимать врачей для того, чтобы они работали в очугах чумы. И вот так появились чумные врачи, чумные доктора. То есть сначала появилась собственно когорта людей, которые таким образом зарабатывали. В основном, конечно, это была молодёжь, которые как бы меньше боялись смерти, это раз, и во-вторых, очень хотели заработать. Потому что для открытия той же собственной практики или какой-нибудь аптеки, или ещё чего-нибудь в этом роде, требовались достаточно существенные деньги. Например, насколько я знаю, в Латвии было просто обязательным требованием, ну, того времени, в Латвии того времени, было просто обязательным требованием наличия у человека, который хочет открыть аптеку, второго занятия, который может его прокормить. То есть аптечное дело не считалось прибыльным и так далее. То есть помимо капитала требовалось ещё такое поддерживающее занятие некое. Так вот, люди зарабатывали просто на этом деньги. А костюм, он появился попозже, скорее всего, где-то в 17 веке. По крайней мере, если мы смотрим картинки, изображения, источники, всё остальное, то, наверное, это всё-таки 17-й уже век. Действительно, тогда... То есть как? Он был задуман по другим причинам. То есть в этот самый клюв клали, например, ароматические травы, чтобы перебивать этот запах, невероятный гнилостный и так далее. Длинные плащи надевали тоже из других соображений, но получилось так, что это действительно был первый противочубный костюм. Почему? Он, например, прекрасно защищал от блок. Поскольку плащ был очень длинный, пропитанный всем, чем только можно, блоки по нему скользили, никак не могли добраться на человека нормально. Да, он был без пояса, без каких-то там карманов и прочего-прочего. То есть им даже спрятаться некуда было. Придумали здорово. Даже не зная, как это работает на самом деле, по сути, придумали первое средство индивидуальной защиты, которое реально помогало. Если говорить о, опять же, психологическом аспекте, потому что чумный костюм и чумный доктор ассоциируются с чем-то страшным. То есть вот эти длинные носы как раз воспринимаются как, может быть, не всадники апокалипсов, но тем не менее, вестники такой катастрофы, которая происходит в мире. Вот дизайн потом менялся, безусловно, все-таки, и мы уже имеем совершенно другие костюмы индивидуальной защиты, но эти принципы были заложены тогда, я так понимаю, что все-таки. Да, то есть примерно тогда, уже тогда высказывалось предположение, что чума передается при помощи миазмов, а миазмы эти передвигаются по воздуху. То есть это почти угадали. И вот эти костры, которые жглись, и так далее, и так далее, то есть меры, которые пытались предпринимать, разобщать людей, чтобы не происходило распространение миазмов, в общем, они попали в точку именно с этим вопросом. То есть получается, когда Анна Павлова танцевала вокруг костров, они уже знали, что это работает? Или это был больше такой психологический элемент защиты? Вот этот знаменитый эпизод, когда балерина танцует в чумном регионе. Да, я понимаю. Ну, в общем и целом, можно сказать, что если внутри этого круга не было заболевших, то это было своеобразное такое, да, можно сказать, социальное дистанцирование своеобразное. То есть костры просто не пускали туда людей, скорее так. Ну, наверняка, лечение бубонной чумы прошло какую-то эволюцию. Если посмотреть на то, как лечили, например, в средние века и как лечить сейчас. Вот если вернуться, наверное, в тот период, когда она появилась, вот каково было лечение тогда и каково сейчас? Почему? Ну, в лучшем случае вскрывали бубоны, вот эти вот, бубоны точнее, то есть чумные бубоны. Это действительно немножечко облегчало жизнь человеку, да, потому что гной выпускали, и вот эта вот фраза, конечно, там, где гной, там разрез, это появилось чуть попозже. Но смысл, да, именно тот был, что мы облегчаем страдания человеку. И, мало того, например, один из святых европейских, достаточно распространённый, Святой Рох, он как раз канонизирован был вот из-за своих страданий во время чумы, да, и как раз он изображается со вскрытым чумным бубоном. Так что, да, там было достаточно много интересного. Конечно, пытались применять различные обкуривания, да, то есть различными там правами или ещё чем-нибудь. Это всё помогало плохо. Но зато придумали карантин. То есть вот во время второй пандемии чумы, как раз в чёрной смерти, придумали карантин. И он оказался чрезвычайно эффективным и настолько эффективным, что его применяют до сих пор. Но если говорить о чумной палочке, её же обнаружили, если не ошибаюсь, в 19 веке, тогда поняли, кто является возбудителем. Ну, в принципе, да. То есть можно сказать, что первое... То есть для начала мы сначала поняли, что вообще, в принципе, существует микромир, да, и потом только мы уже поняли, что существуют бактерии, то, что есть вирусы. Это прям сильно позже стало. А так-то можно сказать, что, наверное, 1896 год, да, вы правы, то есть это получается конец 19 века, когда поняли, что это такое. То есть... Ну, точнее так, там было несколько параллельных обнаружений одновременно. Это было и Александр Ерсен 1894 год во время эпидемии чумы в Гонконге. Он там выделил. А кроме того, были и микробиологи из группы Коха. Вот они почти сразу тоже обнаружили. Там был такой очень интересный исследователь Китасато Сибасабора, японский. И, к сожалению, вот его имя палочка не получила. Хотя, по идее, могла бы вполне. Они практически одновременно с Ерсеном открыли. Но она стала Ерсенией в честь Ерсена. Вот примерно так. Ну, кстати, Кох тоже получил свою палочку. Точнее, палочка получила имя Коха, как мы знаем, это туберкулезно. Да, туберкулезно, совершенно верно. Если вернусь к моему вопросу по поводу того, как лечат бы моную чуму сейчас в современном мире, ну, вот в 21 веке, в наших нынешних условиях. Антибиотики? Всё достаточно просто. То есть, да, то же самое мы стараемся не доводить до гнойного процесса. Но если вдруг доходит, конечно, производится и санация в том числе, то есть вскрытие. Но в основном, конечно, это антибиотикотерапия. Это чаще всего простейшие что-то вроде гентаминцина и вторхиналонов. И всё, в принципе, более чем достаточно. Эта комбинация как бы распространена во всём мире. И, к счастью, чумная палочка не способна, скажем так, очень быстро к нам адаптироваться, и за какими-то специальными приспособлениями от нас загораживаться, развивать резистентность и так далее. К счастью для нас, это, по крайней мере, чумная палочка, это не проблемный микроорганизм. Можно ли говорить, что в нынешних условиях не исключено, что нам потенциально может грозить пандемия чумы или эпидемия? Нет. Я думаю, что нет. Ни эпидемия, ни пандемия нам грозить не может. Просто потому, что даже если мы посмотрим в средние века, ну или более ранние какие-то эпохи, когда была первая пандемия, скажем, это первое тысячелетие нашей эры, всегда чума приходит на войну, на голод, на разруху, на ещё вот что-нибудь. Ей обязательно нужны остальные в садике апокалипсиса. Почему их так рисовали вместе? Именно потому, что они являлись вот в такие вот годы. Ну, плюс ещё не урожай, голод, вот это вот всё вместе сложить. И мы понимаем, что сегодня глобальная пандемия чумы невозможна. Это первое. И второе. Мы отлично знаем, что карантин работает против чумы вот просто на все 100%. Недаром, когда ещё существовало понятие особо опасной инфекции или карантинной инфекции, чума там была первой. Но если мы говорим о социально значимых или социально опасных заболеваниях, то туберкулёз, мы Коха уже упоминали, он, в общем-то, выжил и весьма успешно, в кавычках, конечно, для человечества шествуют по планете. То есть, с ним всё в порядке в том смысле, что мы его не победили, и даже когда меняется социальная среда, туберкулёз остаётся. Есть люди, которые подвергаются этому заболеванию, даже будучи, назовём это так, социально достаточно защищёнными. В чём разница? Безусловно. Смотрите, во-первых, это очень-очень разные микроорганизмы. Палочка Коха это всё-таки микобактерия. Это очень-очень сильно отличающаяся от палочек чумы создание. У него есть масса своих тонкостей. И у человека, например, может быть, он заразился палочкой Коха, но не заболел туберкулёзом. То есть, это разнесённые по времени процессы, иногда даже очень сильно по времени. Мы можем носить в себе эту палочку Коха всю жизнь и не заболеть туберкулёзом никогда. Почему? Ну, например, она проникает к нам в лёгкие, иммунитет её распознаёт и выстраивает, он не может её уничтожить. К сожалению, да, то есть, у нас таких возможностей не существует, но мы можем огородиться от неё. То есть, выстраивается такой специальный вал, потом он кальцинируется, и получается так, что да, у нас внутри где-то в лёгком сидит эта несчастная палочка, но её замуровали. Это то, что называется первичный туберкулёзный комплекс, который можно обнаружить при рентгеновских снимках. И иногда он просто превращается вот в кальцификат, то есть, натурально в камень. И там внутри этого камня сидит эта запертая и не вышедшая ни разу в наш организм палочка куха. Чтобы она распространилась по организму и мы получили уже клинически модифицированный туберкулёз, нужны какие-то иммунодефицитные состояния. То есть, вот почему говорят про голод, про войну, про всё остальное. Да, у человека из-за голода, особенно из-за белкового голодания, сильно проседает иммунитет. И да, вот в таких случаях не удаётся выстроить этот вал, заложить кирпичом и не выпустить эту самую палочку куха во внешнее пространство. Чума другая, она принципиально другая, она вообще абсолютно иная, то есть, не может быть никакого бессимптомного носительства и всего остального. Это боевая, скажем так, бактерия, которая сразу вызывает клиническую картину, которая нацелена, скажем так, на массовое распространение в разных организмах, то есть, в разных хозяевах. Именно поэтому она такая мощная, агрессивная и сразу переходит, очень быстро достаточно переходит в легочные формы. А почему туберкулёз лечится так долго, если уже есть активная фаза, то человек должен провести в изоляции, или в полной, в зависимости от открытой или закрытой типа, но тем не менее это затягивается на многие месяцы, если не на годы это лечение. Да, иногда даже на годы, и вот прошу прощения. Да, мы напомним, что нам тоже можно звонить, кстати, по телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Алексей Водовозов у нас сегодня на прямой связи, военврач, медицинский журналист. Вы также можете задавать свои вопросы и писать нам в WhatsApp, номер телефона в WhatsApp 230-6191, оставляйте там свои сообщения. Да. Ну что ж, вернёмся к туберкулёзу. Да, действительно, это процесс, вы знаете, такой системный, то есть очень часто говорят, что он только в лёгких, не совсем так. Не бывает туберкулёза, в общем, только двух образований в нашем организме, это волос и ногтей, а всё остальное может поражаться. Почему? Там, где есть нормальный кровоток, кровоснабжение, туда может добраться эта палочка Коха. Это первый момент, то есть это такое системное заболевание. Второй момент, то, что микобактерии очень быстро вырабатывают устойчивость к антибиотикам. То есть сегодняшние схемы состоят из нескольких препаратов, и то далеко не всегда удаётся справиться. Например, на территории Российской Федерации циркулирует очень неприятный штамм с мультилекарственной устойчивостью. То есть у нас практически ничего не остаётся в арсенале, чем бы мы эту палочку могли бы придушить. С тем это связано? Ну, с тем, что существует природная циркуляция штаммов туберкулёза в мире. Ну, если родина чумы, как я сказал, это Монголия, родина холеры, это Индия, то родина туберкулёза это где-то в районе Афганистана, Пакистана, вот примерно там. И вот эти пути, да, они идут через Среднюю Азию на наши просторы и потом уже в Европу. То есть вот примерно так эта картинка выглядит, поэтому больше всего, конечно, это там, где всё это начинается, то есть Афганистан, Пакистан, Юго-Восточная Азия. Потом наша страна и уже в меньшей степени всё это достаётся Европе. К сожалению, опять же повторюсь, эффективных, на 100% эффективных препаратов против туберкулёза нет, поэтому приходится использовать комбинации, приходится подбирать различные методы терапии, потому что массивно поражаются лёгкие, если есть какие-то каверны или ещё что-нибудь. Их пытались даже в своё время туда вводить такие специальные шарики из первого пластика, иногда даже стеклянные шарики в лёгкие, для того, чтобы сжались вот эти вот каверны, то есть дырки в лёгких, и они наконец-то зарубцевались. Очень много всяких было разных интересных подходов, просто потому, что это очень тяжёлое, действительно очень тяжёлое системное заболевание. Можно ли говорить, что сегодня оно в принципе излечимо? Ну, в принципе, теоретически, да, то есть теоретически мы можем с ним что-то делать, но я бы не сказал, что прямо излечить. Мы можем его немножко контролировать. Вот это более корректно, именно потому, что вот если бы мы его излечивали, такой проблемы во всём мире не было. А туберкулёз во всём мире это гигантская, это огромная проблема, с которой никак справиться пока что не удаётся. И у ВОЗ есть отдельное направление, то есть отдельная программа по борьбе с туберкулёзом. Перемещаться может ли в данном случае чума, вот так если говорить о существенном перемещении из традиционных мест её обитания, например, из Монголии, ну скажем, в Россию? Потому что, что касается комментариев российских специалистов, многие из них говорят о том, что нам чума не грозит, и мы в безопасности. Ну, в этом смысле я бы сказал, что правы, потому что у нас существует система противоэпидемических и организаций мероприятий. Она ещё не окончательно развалена, хотя все усилия для этого предпринимались. Существовала такая система противочумных станций. Они были, скажем так, на наиболее опасных направлениях. Ну, например, в моей родной Астраханской области она была, именно потому что там в нашей стране присутствует очаг природный среди местных сусликов. Были в том числе, например, в Борзе, это город такой на границе с Монголией, и именно там наблюдали в том числе за активностью этих торбоганов, которые переносят чуму внутри Монголии и между Монголией и Китаем. Но здесь, понимаете как, всё-таки у неё очень яркие клинические проявления у этой чумы, в отличие от коронавируса. У него очень длинный инкубационный период, когда отловить практически нереально и так далее. С чумой всё попроще. У неё яркие клинические проявления, и человек маломобилен при чуме. То есть он, уже у него будет клиническая картина, то есть его явно будет видно, что он болен, его, естественно, никуда не пустят, не выпустят и так далее. В этом смысле нам стало полегче. Ну вот вы упомянули родную Астраханскую область, ведь в Астрахани в своё время была сильная эпидемия холеры. Холеры, да. Время предпринимались определённые усилия, и бывший глава Центра медицины и катастроф в Латвии Мартин Шитсон как раз участвовал в борьбе с холерой. Холера – это ещё одно очень страшное заболевание, с которым мы что-то можем сейчас делать? Да, холера – такое достаточно управляемое, я бы сказал, с одной стороны, управляемая инфекция, а с другой стороны, до сих пор происходят вспышки, и до сих пор мы особо с ними ничего сделать не можем. Но мы можем вытаскивать даже тяжёлые случаи. Да, когда появились антибиотики, сделали логичную такую связь, да, вроде бы холера вызывается холерным вибрионом, это бактерия, значит, можно бить по нему антибактериальной терапией. Не получилось. Как-то вот не особо эффективна антибиотикотерапия при холере, зато, когда поняли, что нужно, у человека идёт массивное обезвоживание. Он бывает, что в туалет бегает по 40 раз в день, и огромное количество жидкостей и электролитов из него выбрасывается наружу. И именно поэтому самое главное, как выяснилось, что нужно человеку вливать обратно жидкость, например, через внутривенные инфузии, вводить электролиты опять через те же внутривенные инфузии и поддерживать прочие его функции. И, как выясняется, вот именно такой подход оказался наиболее удачным. То есть, да, всё ещё есть вспышки. Ну, например, одна, наверное, из самых известных, последних, это на Гаити после землетрясения. То есть, именно когда нарушается система водоснабжения и канализации, да, действительно, тогда возможны такие вспышки. Но их быстро локализуют, таких пациентов излечивают, и летальность при холере на сегодня чрезвычайно низкая. А если говорить о той астраханской истории, то мой отец как раз участвовал, как студент-медик, он участвовал в ликвидации этой холеры, их тоже мобилизовали, вот как сегодняшних медиков на ковид, тех студентов-медиков мобилизовывали на холеру, и они работали, как раз выявляли, скажем так, первые случаи, то есть, ходили по домам, по деревням и так далее, и так далее. У нас есть звонок, радиослушатели на линии, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Очень интересный гость, очень интересная тема, я просто хотел сказать одно, вот я сейчас все время в маске в транспорте еду, а вот в своей машине вез сына, он два раза чихнул, и я с герпесом уже неделю хожу. Вот вирусы везде, они везесущие. Спасибо. Спасибо. Это так, но герпес, по крайней мере, он распространен среди всего человечества, и он как-то с нами мирно более-менее уживается. То есть, маска не защищает, получается, если наш радиослушатель был в маске в машине. Ну, вы же понимаете, что для того, чтобы полностью защитить, нужно закрыть все слизистые, и слизистые глаз в том числе, а для герпеса глаза – это прям входные ворота. Но герпес ведь интересен еще и тем, что он живет практически у каждого из нас, но как только снижается иммунитет, он может проявиться, то есть, это такой наш латентный вирус, получается. Да. Он примерно у 95% населения Земли существует, либо первый, либо второй тип. Их там очень много, например, ветрянка – это тоже герпес, на самом деле. И опоясывающая лиша – это тоже ветряночный герпес, и так далее. То есть, там очень интересное семейство, которое много чего умеет, но, к счастью, для человечества оно не летально. Вот если говорить о вирусах, еще один вирус, и доказали его связь с раком, это вирус папиллома человека, то есть, за открытие этой взаимосвязи как раз получил Нобелевскую премию ученый, он, кстати, был в эфире радио «Болтком», он еще жив, если не ошибаюсь, это немецкий ученый, по-моему. Да, он жив, да. Вот тоже интересный вирус, вирус папиллома человека, то есть, он действительно настолько опасен, ведь его принято недооценивать. Ну, есть папиллома и есть, казалось бы. Ну, вы понимаете как, тут все очень такая, как обычно, несколько граней, очень интересных, есть неонкогенные штаммы вируса папиллома человека, и они, кроме неудобств, ничего не доставляют, да, то есть, вот эти папилломы вырастают, ну, да, это, конечно, бывает очень неприятно, особенно, если на каких-нибудь очень чувствительных местах и очень чувствительных слизистых все это выскакивает, но, тем не менее, дерматологи вроде бы как с этим могут справляться. А вот есть онкогенные штаммы, и вот это как раз большая проблема, и как раз против них была направлена вакцина, и сейчас вот буквально еще немного осталось подождать, закончится очень длительное, что называется, лонгитюнтное, да, исследование эффективности этой вакцины, и мы, наконец, можем сказать, с какой процент эффективности защиты от рака шейки матки она нам будет давать. То есть, пока еще она не дает там даже 90-процентного, то есть, это мы не можем говорить о том, что... Мы не можем сказать, потому что, когда были сделаны, там, в Великобритании все это начиналось, когда были сделаны первые вакцины, то есть, нам нужно отследить в течение длительного времени, хотя бы лет 20-25, да, лучше, если 30. Вот сейчас, по-моему, 20-летний или 25-летний промежуток заканчивается, и будут сделаны первые выводы. У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня Вадим зовут. Да, Вадим, слушаю вас. У меня такой вопрос. Как будто при эпидемиях очень важно считается найти так называемого нулевого пациента. Вот зачем это делают? Можете ответить? Да, спасибо. Не всегда, но да, это было бы интересно понять. То есть, интересно понять, откуда это взялось. Нулевого пациента еще с этой целью, чтобы понять, откуда взялось. То есть, как произошел механизм передачи. Либо это было какое-то животное, например, то есть, где-то там у нулевого пациента был контакт не с человеком, а с животным. Либо с каким-то, не знаю, вплоть до скотомогильника, если мы говорим о сибирской язве, тоже, кстати, большая проблема достаточно. Либо с каким-то продуктом, либо еще с чем-нибудь. То есть, нам нужно выяснить причину, откуда первично взялась эта самая инфекция. Если мы будем знать историю нулевого пациента, мы сможем проводить эффективные противоэпидемические мероприятия, например. Это первое. И второе. Мы будем отслеживать, как изменяется вирус. То есть, у нулевого пациента, он как бы изначальный, первый вариант его. Те же вирусы очень сильно изменяются, бактерии поменьше, а вот вирусы прям очень сильно изменяются в поколениях. И есть масса проектов, которые отслеживают изменения вирусов гриппа, и вирусов, вот в том числе герпеса, и коронавируса, и всего остального. То есть, всю эту информацию сегодня можно найти в сети. Буквально недавно появилась информация о том, что китайские ученые в ходе исследования обнаружили новый штамм свиного гриппа. Да, есть такой. Насколько это может быть опасно для человека? Ну, смотрите, любой грипп, естественно, опасен. То есть, тут без вариантов, да, потому что у гриппа есть ненулевая летальность. Начнем с этого. У коронавируса, она выяснилась, что она гораздо выше, и это более выраженная проблема. Но, если возникают реассортанты, что это означает, да, то есть, это когда несколько вирусов встречаются в одном организме, имеется в виду несколько вирусов гриппа, ну, в той же свинье, и друг с другом обмениваются опытом, можно сказать так. И возникает вот какой-то новый вариант, то есть, который содержит в себе признаки, нескольких разных штаммов. И вот такие реассортанты, они считаются потенциально опасными. Ну, например, на сегодня есть некоторые основания полагать, что вирус, который вызвал испанку, он тоже был H1N1, и он тоже был неким реассортантом. Именно поэтому он вызвал такую вот мощнейшую пандемию с огромным количеством жертв, в десятках миллионов она исчислялась. Вся эта жатва, к сожалению. И позже вот этот гонконгский грипп, и азиатский и так далее, это все тоже были реассортанты. Поэтому сегодня появление нового реассортанта побаиваются, и именно поэтому отслеживают. То есть, почему мы это узнали? Не потому, что это как бы массово начались какие-то заболевания, а потому, что это отслеживается еще на уровне тех животных, которые нам его могут передать. Но это просто потому, что грипп-то мы гораздо лучше знаем, чем коронавирус. И потенциально он тоже может вызвать пандемию, потому что об этом также писали. Потенциально, да. То есть, потенциально, естественно, грипп, у него есть пандемический потенциал, это один из немногих вирусов, которые вызывают пандемию. Вот вы упомянули сибирскую язву, и это то заболевание, которое часто используется в качестве бактериологического, биологического, точнее, оружия. Вот почему такой большой потенциал, и почему так интересна сибирская язва именно человеку в плане каких-то вооружений? Ну, человек любые достижения, да, пытается поставить себе на службу в качестве оружия, неважно, что это химия, физика, там, или микробиология, как только были открыты возбудители заболеваний, стали сразу придумывать, как бы их так использовать не в мирных целях, тем более, что опыт-то был, и если мы говорим о чуме, то вот как раз с чумой связаны первые легендарные, то есть, неподтвержденные документально, применение именно биологического оружия. То есть, когда Хан Женебек осаждал современную Феодосию, тогда она была Генеевской крепостью, и он пришел из Великой Степи, ну, понятно, то есть, как раз с родины чумы, и его войско уже болело. И люди, которые сидели за стенами в крепости, они не болели. Хан Женебек посчитал, что это несправедливо, и нужно как бы разделять ответственность. И он якобы повелел рубить своих умерших воинов на куски и забрасывать при помощи метательных орудий через стены города, где тоже началась вспышка чумы. И потом вот эту чуму привезли в Европу. Ну, это еще раз, это такая легендарная история, она не подтверждена документально. А первое документально, это, пожалуй, времен воин между Францией и Англией на территории современных Соединенных Штатов. Вот эти знаменитые одеяла, их оказалось совсем немного, то есть там иногда говорят, что сотни одеял передали, нет, там всего два одеяла, по-моему, и платок, что-то в этом роде, то есть совсем небольшая была такая, жест, скажем так, якобы жест примирения с индейцами, но эти одеяла были от оспенных больных, то есть от тех людей, которые болели натуральной оспой. Это, кстати, еще одно вирусное заболевание, единственное побежденное человечество на сегодня. Да, вроде как полностью. Полностью, да. Ну, по крайней мере, штаммы на всякий случай сохраняют и в Соединенных Штатах, и у нас в Российской Федерации, потому что мало ли что. А так-то, конечно, опять же, любые штаммы рассматривают в качестве боевых. Вот и Бола, и Марбург тоже на первом месте, они как раз очень долгое время рассматривались как возможное биологическое оружие. Проблема, понимаете, в чем? В том, что до сих пор мы не можем им управлять. Мы не можем гарантировать, что вирусы или бактерии останутся нам послушными. Как только они вырываются на оперативный простор, они, естественно, начинают уничтожать все, что под них попадает. Это первое. И второе, они начинают изменяться. И на сегодня мы не умеем управлять этими изменениями. То есть, направленная мутация невозможна на сегодня. Получается так, что даже если мы запасем заранее какие-то специальные лекарства, там, вакцины или еще что-нибудь, в надежде применить биологическое оружие по тем людям, у которых нет лекарств и вакцин, может оказаться так, что и наши приготовленные средства окажутся абсолютно бесполезными. А это выпущенный нами джин с бутылки, он окажется абсолютно неуправляемый, перебьет вообще всех. Поэтому биологическое оружие на сегодня скорее как биотеррористическое рассматривается. То есть, это какие-то такие отмороженные группы могут его использовать. Вот единственный вариант сегодня применить. Но почему все-таки сибирская язва? Потому что, помните, после 11 сентября были письма с порошком сибирской язвы, и в общем-то сибирская язва стала таким брендом, как самое популярное и распространенное биологическое оружие. То есть, это заболевание наиболее управляемо, или с ним легче обращаться? Почему вот именно это? Ну, наверное, потому что оно менее опасно для применяющего. Потому что, как и с чумой, здесь возможны варианты использования антибиотиков тех же. Это первое. Ну и второе, наверное, самое важное, то, что бактерия сибирской язвы, она способна образовывать споровые формы. И эти споровые формы могут сохраняться до 100 лет. И при этом практически не терять своей контагиозности и патогенности и прочего прочего. Может, скорее всего, из-за этого. У нас еще есть звонок. Слушаем вас. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот, насколько я знаю, чуму и холеру победил один человек, который, в общем, изобрел вакцину и привил ее вначале на себя. Про него вы что-то не вспоминали? Это кто? Ни против чумы, ни против холеры вакцины не существует, к сожалению. Пытались их создавать. Это действительно так. Но до сих пор ни одной вакцины, более-менее работающей, создать не удалось. По чуме, например, смысла даже нет в том, чтобы делать вакцину, просто потому, что, во-первых, она прекрасно сдерживается антибиотиками, во-вторых, прекрасно работает карантин, и, в-третьих, мы знаем, где она конкретно живет. То есть, мы эти очаги мониторим, мы смотрим активность животных там внутри, в случае необходимости принимаются меры по сокращению их численности и так далее, и так далее. То есть, нет необходимости в создании такой вот всеобъемлющей, скажем так, вакцины против чумы. Это первое. По холере, да, вот по холере пытались, и работы ведутся до сих пор. Но эффективность, ну, где-то процентов 30-40. То есть, это очень-очень низкий уровень защиты, и, к сожалению, иммунитет очень ненапряженный именно к холере. Было бы, конечно, здорово создать такой препарат, но не получилось. Еще звонок. Да, прием звонок. Слушаем вас. Слышим вас. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Ну, я хочу дополнить. Это доктор Хавкин, и вы видите, как будто он не изобрел вакцину. Посмотрите вообще в интернете, в Википедию. Да, у нас специалист. Нет, я про доктора Хавкина прекрасно знаю, да, но еще раз, этот препарат все-таки, то есть, эта вакцина, она все-таки не обладает необходимой эффективностью. Тут, да, конечно, без вопросов. Он, естественно, действительно испытал это на себе, он делал это на благо Британии, скажем так, и для блага британской короны. В основном, конечно, исследования были на британской армии, и в первую очередь для ее защиты, конечно, потому что британская армия в основном, например, базировалась в том числе и в Индии, а как я уже сказал, Индия это как бы родина холеры. Да, некоторое количество солдат ему удалось защитить, и ему за это было достаточно много, самых различных наград вручено, но, тем не менее, эта вакцина все-таки неэффективная, то есть, не настолько эффективная, чтобы использовать ее для гашения вот этих вспышек. Пытались вспышки гасить, не получалось при помощи этой вакцины. Вот что самое неприятное в этой истории. А так-то, да, естественно, его заслуг никто не умаляет. Но если говорить еще об одном заболевании, которое ассоциируется со временем и с революцией и постреволюционными событиями, это ТИФ, брюшной ТИФ, ну и потом Вторая мировая война. Вот сейчас об этом заболевании практически не слышно. Можно сказать, что с ним? К счастью, к счастью и хорошо, что не слышно. Вы понимаете как, это вот из серии тех же кишечных инфекций, да, нам тут нужно понимать, что ТИФ это есть разные, потому что сыпной ТИФ и брюшной ТИФ это вещи абсолютно, абсолютно по-разному распространяемые, вызываемые разными бактериями и так далее. То есть для сыпного ТИФа, например, будут характерны такие переносчики, как в шеи и блохи, и это как бы такой непременный спутник войн и прочего, да, а вот если мы говорим о ТИФе брюшном, то это кишечная инфекция и опять же в основном индийского происхождения, и его основной путь передачи, это, конечно, зараженная вода. Нам немножко везет с водой в том смысле, что она холодная у нас у всех, и в ней неблагоприятные условия для размножения вот этих бактерий, которые вызывают брюшной ТИФ. Однако, единичные случаи все-таки встречаются, ну, например, при поедании каких-то бахчевых культур, в том числе были описаны случаи заражения арбуза, например, непонятно, как туда попадали эти возбудители, но, тем не менее, единичные случаи, ну, например, в Москве несколько лет назад были. Эта инфекция на сегодня можно считать, ну, для наших широт неактуальной, потому что, повторюсь, у нас нет источников, и все-таки санитария и гигиена неизмерима на более высоком уровне, чем, скажем, в 20-е годы прошлого века. Но, тем не менее, можно сказать, что это заболевание неизлечима сегодня? То есть, если фиксируется такой случай, его можно антибиотиками, например, эту факторию убить? С брюшным тифом, я бы, то есть, если мы поймали брюшной тиф, да, этот человек заразился, то это, конечно, достаточно тяжёлая вещь, потому что она может проводить, предпроводить к перфорации кишки, например. Да, это вот одно из самых неприятных осложнений, и мы не всегда можем его предотвратить. В целом, я бы сказал, что оно излечимое с достаточно высокой степенью вероятности, вот если так, потому что, да, антибиотики действуют, да, мы можем применять инфузионную терапию и прочее, прочее, но избежать осложнений на 100% мы не можем, то есть, встречается перфорация кишки до сих пор в том числе. Цинга – ещё одно интересное заболевание, потому что мой дед, который пережил блокаду, он переболел цингой, то есть, ну, сейчас о цинге не слышно практически ничего, это тоже то, что уже осталось в истории. Это вообще не инфекционное заболевание, это авитаминоз и витаминоз. Витаминоз. И именно авитаминоз, то есть, полное отсутствие этого витамина, в своё время это было достаточно таким мощным бичом всех флотов. Именно морские медики, военно-морские медики первыми начали искать средства цинги. И на сегодня, вот почему она аскорбиновая кислота, да, то есть, витамин С называется аскорбиновая кислота. То есть, А это обычно отрицание в латыни, а дальше какое-то название, вот скорбут, цингар, по латыни скорбут. Поэтому, аскорбиновая кислота это синоним витамина С. Было найдено абсолютно случайно, один из британских врачей военных проводил настоящее клиническое исследование, там, конечно, было у него очень небольшое количество моряков в группах, но это было сравнительное исследование с несколькими группами. И он выяснил, что настойка лимона, например, ну, то есть, лимоны вот просто законсервированные, да, каким-то макаром, они предотвращают, во-первых, если уже есть цинга, то они сильно сокращают клиническую картину, сильно улучшают ее, либо вообще полностью предотвращают. И вот таким образом лимоны постепенно вошли в афлотский рацион и стали такой своеобразной защитной едой. У нас, кстати, квашеная капуста примерно ту же роль выполняла, потому что в ней тоже много витамина С. В том случае, если человек голодает, то есть, это опять же войны, это какие-то неурожаи, прочее, прочее, или вот как блокада Ленинграда, да, это классический пример, там просто отсутствуют источники витамина С, несмотря на то, что вокруг нас их очень много, это любая зелень, любые овощи, любые фрукты, абсолютно любые. Но вот, тем не менее, получается так, да, что при длительном отсутствии его в рационе у человека начинаются проблемы с соединительной тканью. Витамин С, одна из его функций, это постройка коллагена, коллагеновых волокон. Естественно, это приводит к разжижению, скажем так, этой самой ткани соединительной. Она становится не плотной, перестаёт охватывать те же зубы, перестаёт нормально лежать в строме сосудов, то есть в основе сосудов. Из-за этого у нас кровотечение возникает, из-за этого расшатываются, выпадают зубы и так далее, и так далее. То есть мы получаем вот эту клиническую картину авитаминоза С. Сегодня его найти практически нереально, по крайней мере, в наших широтах точно. Не может быть, где-то в Африке или в таких вот сильно отставших странах можно увидеть, но в наших широтах практически уже всё уже нереально. Ну что ж, спасибо большое. Мы вернёмся ещё к этому разговору. Не все болезни мы сегодня успели обсудить, но времени столько, сколько у нас есть. Алексей Водовозов был с нами на прямой связи, военврач, медицинский журналист. Спасибо большое, всего доброго. До свидания. До свидания.